Как было сказано, у нас некоторые заключительные занятия по этому поводу я хочу просто подвести некоторый итог тому, что здесь говорилось. В общем, говорилось, что много чего и выглядит несколько разрозненным все это естественным образом, просто потому что мы говорили о бусной торе, а на самом деле что это такое? И тут выясняется, что у нас есть некоторое явление, которое, я бы сказал, ключевое для понимания состояния дела. Смотрите, когда говорят о бусной торе, подразумевают два явления. Одно из них, то, которое Хазаль, которое в талмустологической литературе активно проводится, что устная тора – это нечто, сопровождающее письменный текст с горы Синай. Вот эта вот идея, которая там многократно подчеркивается, что речь идет о некоторых сопровождающих вещах, которые в письменном тексте не были записаны, а были, ну, именно вот как бы сохранились в устной традиции. Ну, понятно, что подразумеваются два типа информации. Первая информация чисто культурно-историческая, которую мы можем оценить в наше время после того, как она тщательно прорабатывалась учеными XX века. Вот там основной вклад был в зависимость текста от культуры, в которую он погружен. Вот есть вещь, которая только XX век, похоже, дал возможность это в полной мере оценить, насколько письменное слово, насколько книга погружена в культуру, в которой эта книга создана. Точно так же Тора была создана в некоторую эпоху, была дана народу Израиля в некоторую эпоху, где были вещи, ну, как бы сказать, вот что такое сопровождающая культура? Были вещи, которые очевидно, которые можно было не говорить. Вот, как говорил один мой знакомый, трудно представить, чтобы Тора начиналась что-нибудь и сказал Гошем, да будет Е равно МЦ квадрат. Ровно потому, что формула Эйнштейна, она правильно, Е равно МЦ квадрат. И Тора, по всей видимости, предполагает верность единства массы энергии, ежели это верно в природе. Но как бы в том поколении объяснять придется, придется долго, я боюсь, чтобы это значило. И те, кто получали Тору, этого в жизни не поняли. Но у нас есть обратная ситуация. По этому поводу, вот эти некоторые понятные культурные вещи, они сопровождают текст. Вот такого сорта. Плюс куча законов в Торе, ясно, что даны были, но даны были без, они не записаны в деталях. То есть что-то надо сделать детально не расписано, а, например, показано. И, например, вот, скажем, храмовая служба, ее просто все видели. Записывать это не было нужды, а то, что было записано, был записан закон некоторый. То есть вот от чего отклоняться нельзя. По этому поводу устная традиция как раз сопровождается, вот когда в Талмуде говорится про устную традицию, имеется в виду именно вот эта сопровождающая информация. То есть дополнительные детали законов, которые не нашли, не были записаны в Торе. И дополнительные дела, связанные с культурой. При этом Талмуд вообще регулярно говорит про утерю этой информации. Это одна из таких основных мыслей, которые в Талмуде регулярно проходят. Типа, когда у Мермуше было забыто столько-то тысяч законов. Имеется в виду мелких деталей законов. И тому подобные вещи. Естественное забывание некоторых деталей, оно нормально. Но у мудрецов Талмуды было следующее представление об устной той. Что куча законов, которые передаются устно, они на самом деле по деталям при анализе текста становятся ясны из текста. Есть возможность анализа, при котором законы устной Торы можно выутить и из письменной Торы. В некоторых случаях хорошо видно, как Медраж проделывает эту работу. В некоторых случаях это кажется странным, этот способ вывода. Но вот кажется, Хазаль считали, что есть, существует опция, при которой законы устной Торы можно вывести из письменной. И вот здесь начинается вещь, которую довольно важно подчеркнуть. Вот, кстати, в текущем недельном разделе это хорошо, важность этого видна. Что есть разница между устным законом и письменным. Так вот, есть формулировка о том, что закон считается письменным, когда он понятен, что он такой при любом, когда грамотный человек, грамотный это школьно-грамотный, не более вот не ученый, а школьно-грамотный человек способен прочесть этот закон в тексте. Вот это закон устной Торы, письменный Торы. Если для того, чтобы воспринять закон, нужен анализ, который еще трудно преподать, то его относят к устной Торы. Был вот такой подход. Он несколько раз проскальзывает, причем он проскальзывает именно в Галахе. И вот Рамбам, например, довольно четко этой мысли придерживается, что закон считается, безусловно, письменным Торой, если он понятен любому человеку. Ему можно просто показать пальцем в текст Торы и сказать, прочти, здесь написано. Вот это довольно интересный подход здесь. Но мудрецы считали на самом деле, вот они ведь действительно считали, что те законы, которые они выводят с помощью того, что называется правила Раби Элиэзера, или там, неважно, 32 правила, 10, 13 правил, 60 правил Раби Йоси, с помощью тех или иных правил толкования текста, они, в общем, обычно считали это законом устной Торы. Есть очень простой метод, как это ни странно, как определить, является ли рассуждение законом устной Торы или письменной. Правило, оно внешне сформулировано, и оно совершенно неожиданное. И, в общем, не ожидаешь такой тонкости проникновения в текст от древних текстов, как-то ожидается, что это позже было. Но, например, существует правило, что вывод, построенный с помощью толкования, типа толкования устных Торы, нельзя отласть в основании следующих рассуждений. То есть, в отличие от классической логики Аристотеля, где любой вывод можно положить в основании дальнейшего рассуждения и считать его посылкой, существует правило, что выводы устной Торы нельзя класть в основании следующих рассуждений. Они здесь прерываются. Вот это довольно неожиданная вещь. То есть, мудрецы довольно четко различают устную Тору и письменную хотя бы вот по такому признаку. И это является некоторым существенной вещью. Значит, по этому поводу это просто провождающую часть. По этому поводу Талмуд, например, регулярно занимается выводом законов, которые, в общем, на первый взгляд относятся к устной Торе, выводят на основании письменных. Дальше могут начаться споры. Является ли вот такой вывод законом письменным или законом устным? Это существенно. Но, скажем следующее, несколько затрудняет методику определения, где законы устные, где законы письменные. Дело в том, что в устную Тору еще внесен один пласт. Это пласт, который постановление мудрецов. Вот теперь. Их, безусловно, включает в устную Тору постановление мудрецов прошлого. Беда в том, что они регулярно записаны как законы, сопровождающие письменный текст. Это мидраж типа с сифрой, михильта, сифра, три мидража, галахических мидража. Ну и в Талмуде по тому же типу есть довольно много текстов, ясно связанных с этими тремя мидражами. Это мидражи закона. Это в отличие от мидраж раба, например. Это мидражи, которые ровно выводят галаху. Это три галахических мидража. Значит, учтите, что это был когда-то комплекс книг. Сегодня их иногда разделяют. Это отдельный разговор, как-то все устроено. Теперь. По этому поводу нужны специальные методики, чтобы уметь различать, где постановление, где, собственно, текст. Письменный Тор, где текст. Устный Тор. Эти три пласта. То есть в Устную Тору включается еще одна вещь – это постановление. Значит, это, значит, что касается Талмуда. Вторая вещь довольно существенная и важная, и лучше всего ее сформулировал, на мой вкус, ну там много разных людей об этом писали, но по поводу того, что такое классическая книга. Дело в том, что книга является классическая, когда она сохраняет актуальность. И это надо хорошо понимать. Если сейчас мы, например, найдем какую-нибудь древнюю книгу о, ну давайте, сегодня книгу, которая там «Илиаду» и «Одиссею» можно читать только как литв-памятник. Это литературный памятник, может быть, кому-то интересный, кому-то не очень, неважно. Вот. Но актуальное решение актуальных проблем через эту книгу, оно, в общем, в наше время редкость. То есть эта книга интересная, но, опять, в некотором смысле она сохранила актуальность, но там есть куча мифов, которые через эту кучу историй. Там, скажем, суд Париса, да, который из этой книги берутся, все знают, кто тут самый красивый. Там яблоко, кстати, фигурирует как раз сказать, что суд Париса и яблоко, и появление яблока, ну в христианской, в католической традиции яблоко какого-то смея. Чисто, кстати, это просто ошибка понимания текста, но это неважно. Яблоко там очень смешным образом появляется. Из-за созвучия в латине слова двух слов просто. Это чистая случайность, там яблоко, ну и неважно. Вот. Там есть всевозможные такие. Как бы она в культуру входит, культурный набор, да. Но тем не менее, вот когда мы говорим про то, что всегда, и это довольно важная вещь, то тара всегда, каждый человек, который ее читает, он ее примеряет на себя. Вот кроме галактической части, есть часть негалактическая. Вот здесь довольно любопытный момент. Значит, происходит вещь, которая называется временем. И время, значит, тут любимая цитата из раба Аарона Маркоса по поводу того, что время – это амгоша. Что такое амгоша? Некоторые говорят священник, а некоторые говорят проклинатели хулитью. Такой есть спор. Слово амгоша есть спор по поводу того, что такое амгоша. Вообще ясно, что это маг. А маг – это иногда колдун, а иногда священник в зависимости от… Надо смотреть. Так вот, время – оно вещь такая. Значит, по этому поводу дальнейшая работа с вот тем, чем мы занимались – это попытка понять, как текст Тора применяется к нынешнему актуальному времени. Это в форме галактической плоскости. Это, например, ну, скажем, электричество в субботу в наше время. Можно ли зажигать электрический свет? Первый вопрос на тему субботы и электричества мне известный. Можно ли отправлять в субботу телеграмму? Первый вопрос, который был задан на эту тему, был – можно ли отправлять в субботу телеграмму, учитывая, что на том конце ее печатает электрическое устройство? Вот это первый известный мне вопрос про электричество в субботу. Ну, XIX век, соответственно. То есть это, ну, галактическая такая сторона. Или, например, человек, у которого кончилась в Израиле с суббота, может ли звонить в Америку, где суббота еще продолжается? Одна из самых потрясающих дискуссий, которую я читал на эту тему, это дискуссия по поводу линии перемены дат. С одной стороны суббота, а с другой стороны суббота нет. Вот тут начинается такой вопрос по поводу этого сада. И там есть любопытнейший спор, связанный с путешествием на корабле. И все помнят, что там есть, ежели делать крутосветное путешествие, то на корабле будет потерян день. Или приобретен, в зависимости от того, куда плывет. Вот обсуждение, ну, вот человек выпал в корабле и каждый седьмой день отмечают в субботу. Когда он приплывал, его суббота на один день сдвинута относительно порта, к которому он приплыл, окажется. Не заметили, да? Заметили эту мелкую деталь. Значит, вот такие вопросы. Вопросы именно о применении к современности. В Галахе есть другие всякие вещи, связанные. Например, сегодня в наше время одним из самых сложных тем, какие есть о Галахе и современности, это в облахе экономические законы, потому что все прекрасно понимают, что как бы законы, связанные с процентами и отношениями с банками, они все связаны с процентами, и дальше начинаются действительно сложные темы, связанные именно с запретами процентов. Там много чего, там довольно много чего интересного есть, ну, для тех, кто интересуется. И как в современном мире работает это все, это довольно любопытно. Скажем, вот смотрите, вот даже самая простая вещь, вот ту вещь, которую мало кто замечает, но вот в наше время скидки и начисления, связанные с тем, платят ли на месте наличными или платят в рассрочку, рассроченный платеж, еще недавно вот такой вот легкости рассроченного платежа ведь не было. И это недавняя вещь, это вещь начала 60-х, появления вот этой легкости рассрочки. И, скажем, вот в 60-х годах, 70-х особенно, огромное количество текстов связано с тем, что при выплате в рассрочку автоматически начинает начисляться процент, когда-то это было вот так. Там и количество текстов, связанных, насколько это дозволено. Вот, например, когда я еще учился, мне старательно пытались объяснить, что если ты заплатишь прямо сейчас наличностью, то будет на 10% дешевле, а если в рассрочку на 10% дороже, то это связано с тем, что нормальные люди покупают эту вещь в рассрочку или в одним платежом. Если нормальные люди платят всегда в рассрочку, то основной ценой надо считать цену рассрочки, а за выплату наличными надо считать скидкой. Поэтому это можно. Если обычно люди платят на месте наличными, а за рассрочку строят дороже, то это будет выплата процентами. Такие обсуждения. Но я хочу заметить, что, скажем, еще в начале 20 века эта тема была неактуальна и она практически не обсуждалась. Нет, она была галахически, там все это было проработано раньше, но как теоретическая часть. Но вот это непрерывное притирание галахи к текущему моменту. Скажем, вот последнее, что я там самый, ну какой-нибудь простой хочу пример. Там я открываю какой-то, знаете, по субботу в синагогах раздают буклеты, где там всякие вещи, связанные с торой. Либо какие-то примечания к недельному разделу, либо какие-то дополнения. И, например, вот вопрос, можно ли, когда выключен свет, шаун-шабатом, включать или выключать? Выключать. Потому что он заведомо не сработает. Он отключен дальше, можно бы еще раз включать. Например, вот такой вопрос. И это вот у кучи народу такие вопросы есть. Но, кроме этого, есть вторая сторона, совершенно другая сторона. Эта сторона все-таки тара. Я как-то демонстрировал таблицу религиозной школы, таблицу основных персонажей устной традиции. И продемонстрировал, что имена, которые там упоминаются, имена авторитетов, начиная, скажем, с раннего Средневековья, давайте скажем так, куча авторитетов до Раши, таких европейских особенно, да и нет, европейских особенно, они опубликованы только в 20 веке. Они существовали в рукописях, но они никогда не печатались. есть вещи, которые вот здесь время довольно существенный момент еще. Я хочу заметить, что эти темы регулярно, они как появляются актуальность, так и теряются актуальность. И скажем, ну давайте, у Равхая Гаона есть рассуждение на тему, вот там где прямо сказано, что мужчинам запрещено брить волосы на теле, потому что это женщины делают так. Равхая Гаон пишет, что мужчинам разрешено брить волосы на теле, потому что сегодня так поступают все. Вы сами понимаете, что в наше время, по крайней мере, до начала 21 века эта тема потеряла актуальность, сохранен закон Талмуда, брить мужчинам волосы на теле запрещено, потому что это женское поведение, но просто потому, что это было непринято. Кажется, это может набрать актуальность, опять, но обратите внимание, что Равхая Гаон где-то эту тему обсуждает, но эту тему, ну, кто сколько народу знает, что Равхая Гаон это обсуждал уже один раз, сказав, что категорическое разрешено. Просто категорически. То есть некоторые вещи теряют актуальность и исчезают. Так вот, некоторые вещи, которые вот сегодня можно прочесть, старинные рукописи, которых никто не видел, до раше авторитетов европейских, и мы видим, насколько куча вещей как бы исчезли во времени и не появлялись, хотя были проработаны тогда, но они как бы за неактуальность книги не публиковались. Сегодня их публикуют в основном университеты для внутреннего университетского пользования. Есть несколько респонсов в наше время. Можно ли ссылаться на то, что написано в этих книгах? Кстати, основное мнение нет. В галактических рассуждениях на них не ссылаются, что эти книги исчезли не случайно. Как бы они исчезли по причине отсутствия актуальности, если бы они представляли ценность, их бы сохранили. Поэтому в наше время, скажем, некоторые старинные книги не ссылаются, хотя они есть, но, например, из старинных книг мы более-менее знаем, почему не едят китниоц в ушкинавских общинах. Совершенно не по тем причинам, которые предполагались. Тем не менее, на то, что там написано, по таким причинам этого не делают, не ссылаются. Там совсем другие причины. Не связанные не с риском, что попадет туда пшеница никак не связаны с совершенно другими. Но есть вторая сторона во всем этом. Тарабить – это не только закон. Вот когда я говорил, что там в религиозных школах авторитеты, список авторитетов, это все люди, которые нам, обычным людям, неизвестны. Они известны и там куча имен, которые 18 века, 17 века, даже 19 века, имена, которые на улице и в Израиле никому ничего не говорят. Вообще не говорят. Но в хридивных школах именно они, они есть основа устной торы. Речь идет о галахических авторитетах. Это совсем не те люди, которых я здесь обычно обсуждаю. Дело в том, что я же обычно обсуждаю людей, которые актуальны с точки зрения мировоззрения. Те, которые обсуждают мировоззрение, отношения, уроки моральные для нас и по какие уроки для жизни для нас. А, скажем, галахические вещи не очень внимательно рассказываю их. Ну, просто потому, что по тем же причинам, что когда меня просят дать начинающий какой-нибудь урок по Талбуду, я всегда выбираю тему попроще именно по ходу движения, чтобы было, не нужно было делать больших отступлений, объяснять, что есть, что и что за вопросы здесь стоят. Потому что иногда предисловие просто закапливаешься. люди по-другому мыслят, это я много раз видел, но люди по-другому мыслят. Но мы же обсуждаем в основном людей, которые пытаются обсудить именно наше нынешнее отношение к душе, то, что в Торе говорится про душу, то, что в Торе говорится про жизнь и взгляды на жизнь. И вот здесь опять происходит следующее. Есть общее правило, которое сформулировано, которое заезжено просто слишком сильно, хотя это красиво, безусловно, а именно 70 ликов вторых. Вот эта формулировка, она измедрожается, 70 ликов вторых, а это красиво, безусловно. И вот это как отбритая, отлитая в Мишне в Гемаре и то и другое, спорят дом Шамая и дом Гилеля, и то и другое слова. Вот теперь я не знаю, как правильно переводить, и не я один. То ли слова Бога живого, то ли слова Бога живые. Вот слово Хаим отнести к словам Деврей и Лукин Хаим. Смехут где кончается? Слово Хаим к Деврей надо отнести или к Лукин надо отнести? То есть это трехэтажный смехут или это слово Хаим это прилагательное? Вот. Как не читая, все равно хорошо будет, кстати. Вот идея про то, что в том, что не является ясной галахой, существует куча мнений, куча отношений, она благо, вот это великое благо, она существует с времен незапальников. Более того, как это не странно, вот я говорил как-то, что иудаизм умудрился не проработать догматику. Это некоторая печаль или наоборот достижение. Вот это непонятно. Это факт на местность. Вот теперь давайте это факт на местность. Есть 13 правил Рамбома. Они как бы более-менее зафиксированы, с ними никто не спорит, но в деталях этих правил спорят Рамбом и Рамбан. Раби Моше бен Маймон, которых сформулировал и Раби Моше бен Нахман. Они спорят по тучи правил. И, например, интересный разговор. Если это догматика, то скажите, пожалуйста, а догматика это означает, что тот, кто это не разделяет, тот еретик. По определению слова догматика. Скажите, пожалуйста, должен ли Нахманит признать всех последователей Маймонита еретиками, потому что он с ними не согласен. Ответ очевидно нет. Очевидно, что нет. И по этому поводу выясняется, что в области идеологии свобода действительно очень большая. И всегда проблема, вот в какой момент, если речь не идет о раскол, в какой момент мы признаем раскол. Вот смотрите, вот на протяжении истории. У нас было несколько расколов. Один из самых, ну, из древних, это фарисеи Цедукеи, но хочу заметить, они обошлись без взаимных проклятий и от учений. Они друг другом спорили, скандалили, делали друг другу гадости, конечно же, но обошлись без от учений. А споры у них были принципиальные. То же самое. Вообще-то караимы, вот появление караизма окончательное признание, что караизм отрезанный ломоть произошел где-то через пять веков, даже шесть веков. До этого были споры, кто заблуждается, кто прав, кто не прав, но при этом были многочисленные договоренности, как мы сосуществовали. Не считали караимов, не считали отрезанным ломтям. Когда Рамбам приезжает в Египет, в Каир, в будущее, Каир, Фустад тогда, но Каир при нем создавался. Город Каир возник при Рамбаме, это столица Саладина. Вокруг его дворца построенный город. Дело в том, что на самом деле Фустад прежняя столица Египта, он сгорел. Саладин, он всячески приветствовал, чтобы значимые люди приезжали и строили дома вокруг его дворца. Это возникновение Каир. Так вот, когда Рамбам, он вначале жил в Александрии, потом переехал в Фустад, приехал туда, то вообще-то караимов там было большинство. Это к концу его жизни большинство стало того, что называется рабонит. Но мы находим огромное количество документов с взаимными браками между караимами и рабонитами. Отдельные договоренности, как мы внутри семьи организуем жизнь. Просто там есть некоторые галахические вещи, которые по-разному немножко соблюдались. Скажем, кстати, мне не очень нравятся именно караимские проходы по причине того, что они кучу вещей, связанных с храмой жизни, почему-то в будучную перенесли. Мне кажется, это неправильно. Но тем не менее, обратите внимание, насколько долго это продолжалось. Это много веков продолжалось, их не считали отрезанным ломтем очень долго. Значит, то же самое. Впоследствии еще пара было таких подобных случаев и опять для того, чтобы признать кого-то отрезанным ломтем, нужно пройти, мы говорим не про случай, когда человек приходит в другую веру, должно пройти века. Это так просто не сделать. Вы меня извините за это отступление, но вообще-то христианскую общину Иерусалима считали своими до восстания Баркох бы точно. Ну, то есть заблуждающимися немножко странными, но туда-сюда своими. Где-то раскол произошел после восстания, во время восстания Баркох бы христианская община не поддержала. И я имею в виду еврейскую только общину, я не имею в виду общину апостола Павла. Ну, где-то через короткое время, там, правда, довольно быстро, и где-то уже к 150-му году христиане уже были совершенно не нашими. Но где-то это произошло, но там большинство из них, кстати, вернулись в иудаизм, там большинство не остались в христианской церкви. Где-то к 150-му году уже было разделение полное. Подобные вещи происходили, например, с франкистами. Но франкисты, у них идеология была такая, что их очень быстро прокляли, но по причине того, что теория о том, что не согрешишь, не покаешься, она замечательная, но вывод отсюда, так давайте грешить, это какой-то перебор уже, и, в общем, это никто не выдержал этой идеи. Она, конечно, грандиозная мысль, богатая, но грешная несколько, то есть с франкистами, ну просто эта идеология, она была нечто новое в Израиле, я такой не знаю до них, потому что все-таки уже Талмуд знал все, то есть тема уже проработана хорошо в Талмуде по поводу того, что тот, кто говорит согрешу и покаюсь, не дают ему возможности раскаяться, это еще Талмуд говорил, но поэтому франкистские всякие мысли никому не понравились, их очень резко понимать. Но вообще обычно довольно и причем где-то на грани вещи. Но я пытаюсь сказать еще одну вещь. Вот Дор-Дор-Ва-Дор-Шаф, это известно рассказывание поколения, поколения и те, кто ищут Бога в этом поколении. У каждого поколения свой стиль мысли. Стиль мысли меняется. И вот, например, скажем, где-то вот когда появилась мода в Мигере мыслить философски, вот Саади Гаон начинает, пишет первую книгу, еврейскую книгу, попытка осмыслить евдоизм в терминах философии. Тогда это философия Калама, некоторое философское течение внутри ислама. Калам это не столько идеология, идеология тоже, но это еще и стиль мышления, это некоторый стиль мышления. Потом, когда становится модным аристотилизм, появляется рамбом, который пытается изложить иудаизм в терминологии Аристотеля. До этого была первая попытка Ицхака Исраэли, я в прошлый раз никак не мог вспомнить фамилию, Ицхака Исраэли в стиле платонизм изложить иудаизм очень симпатично получилось. И надо сказать, что платоновские подходы, они долгое время имели большое влияние, но здесь еще надо заметить, что различить средневековым в арабском мире платонизм и аристотилизм надо суметь по причине того, что арабы считали, приписывали Аристотелю одну из книг Плотина, а это типичный платонизм. И если вы вводите книгу «Теология Аристотеля», которая является плотиновской, совершенно платоновской книгой, и если вы считаете ее частью аристотелевского корпуса, научите попробовать различить, теперь, где аристотеля изм, а где платонизм. Там иногда проблемы такие возникают. Но там несколько позже опять платонизм возвращается, то есть регулярно попытка чтения в рамках текущей интеллектуальной моды, вот давайте я такое термо употреблю, есть понятие интеллектуальной моды. Вот это хорошо видно, когда мода интеллектуальная стала регулярно меняться. Скажем, аристотельянский подход в моде приблизительно неплохо продержался до начала 17 века. Вот где-то в начале 17 века его канонизировала католическая церковь на Тридинском соборе, но где-то он начинает терять актуальность, появляются проходы уже декартовые, но философия нового времени, то, что называется. Появляется философия нового времени, но хорошо это видно в 19 веке, где стремительно друг за другом меняются Кант, Гегель и Ницше, да, и видно совершенно четко, как появляются люди, которые пытаются осмыслить юдоизм в терминах Канта, Гегеля и Ницше. Но замечу, это именно аппарат истины, а то, о чем они думают этим аппаратом, это все та же пара, только попытка рассказать ее так, как мыслить человеку, которого в голове категории Гегеля или категории Канта вот они, все эти влияния сохраняются, но это всегда, вот я хочу заметить, вот когда я много там зачитал всяких текстов, я хочу заметить, что это всегда попытка рассказать ту же самую Тору, подобные исходные идеи, только в двух подходах, в подходе текущей интеллектуальной моды и в подходе, вторая подхода, текущее поколение, которое текущая ситуация для душ данного поколения, вот есть вещи, которые я не берусь обсуждать, потому что это сила, ну, у Пушкина это называется сила вещей, сила времени, да, вот такая вещь, что она, например, ее отслеживают, я очень удивился на несколько разных людей, я это читал, например, психиатров, что бывают периоды, когда одна из психиатрических болезней вдруг набирает огромные обороты и начинает просто огромное количество случаев, а другие пропадают. Почему мы не очень понимаем, но это бывает, вот то же самое, некоторые вещи, например, интересы в разные времена к кабале и мистике, они меняются, вдруг неожиданно опять возвращаются к мистике или к вопросам там вот плохо уловимым, чтобы спустя там несколько десятилетий вдруг опять смениться жестким таким материалистическим взором. Я хочу заметить, когда я говорю материалистический, я имею в виду религиозный материализм, то есть мир материальный, в нем действуют законы, над миром есть Бог, ну и так далее. То есть я говорю про религиозный материализм, который, ну вот того же Рамбома, почитайте, что такое религиозный материализм, и он никаких проблем с религиозным материализмом, когда начинает кто-то ругаться с материализмом совершенно напрасно. Тот же Крескос очень мощный такой религиозный материалист, и собственно Спинозу, когда вы читаете, вы всегда учитываете, что там влияние Крескоса огромное на Спинозу, и Спиноза сильно зависит от Крескоса. Равахиздая Крескоса имеется в виду, это как это называется, внучатый ученик, он ученик рабе Йосифа Альба, который ученик рабе Хиздая Крескоса, там вот так вот идет. Он учился у рабе Йосифа Альба, сам Спиноза, и отсюда вот этот религиозный материализм, он вот так вот идет. Причем видно, вот зачем нужно читать Крескоса, читая Крескоса, для тех, кто интересуется европейской философией, он может вдруг понять, откуда многие растут у Декарта. На самом деле Крескос сильно, он даже ближе не столько к Спинозе, сколько к Декарту. Ну, Декарта, естественно, зависит от Спиноза очень сильно. Но вот видно, как идет вот это изменение взгляда. Но Крескос потрясающе любезный человек. И при этом у него материальные представления о мире безумно сильны. это не то, что он пытается сказать, что Бог не вмешивается в дела этого мира, Боже упаси наоборот. Бог у него вмешивается в дела этого мира непрерывно. Он плетет сеть причин, вот что вводят вот понятия, которые вводят совершенно потрясающей красоты понятия, которые до Крескоса я никого не видел. А именно обычно, когда рассматривают причины предследственные связи от Бога на землю, обычно рассматривают Бог так, так, потом так, потом так, и вот каскад такой, ну, карамболь билиардный, да, как называется, когда шар бьет об шар, тот от шара, тот в лозу, так. Ну, вот такие вот вещи. Они долго рассматривались, а Крескос вводят понятие сеть, которая спричина, сеть причин, которая двоится, сливается, расходится, и вот вот эта сеть причин, раскинутая Богом над миром, вот такой вот но согласитесь, что это и материально, и нематериально. И, по всей видимости, Крескос находится вполне в духе времени, потому что мы видим, что перед ним, ну, я не буду сейчас называть имена, кто там перед ним есть, но после него вот этот вот подход, который стремительно движется к Декарту, он очень мощный. И это видно, что он уловит дух времени. и когда он говорит о мире и Боге в духе времени, это дух нового времени, это предвестник, на самом деле, он предвестник духа, философского духа нового времени. И это, в этом смысле, он один из очень важных людей, и его изучать очень полезно. Но отсюда то, что я называю, ну, условно, с оговорками религиозный материализм, то же самое, когда появляются хасидские авторы, скажем, они живут в своем времени. И обратите внимание, они кидают нить, как раз, я даже не знаю, это как раз наоборот религиозное, как это называется, когда обратное материализм. О, слово забыл. Сейчас. Материализм, а идеализм. Идеализм. Они идеалисты, да. Но у них идеализм, человек это идея, спущенная с небес для того, чтобы просуществовать в материальном мире. Вот это вот такой подход. Вот если Рамбам это материальный человек, который должен духом вести сверх, то у хасидов ровно обратное. Человек это идея в материальном мире, которая должна суметь просуществовать в этом мире, сохранив свою идеальность. Прямо обратный взгляд на мир. Это очень мистический, но мистика такая, приземленная. Это не мистика каких-то там небесных чертогов, счета небесных чертогов, не ангелология. Обратите внимание, хасиды не занимаются ангелологией, хасиды не занимаются демонологией, собственно говоря. Хасид не мог бы написать книгу, вот этот справочник не очень толстый имен всевозможных чертей и так далее. Это не для них, но тем не менее они дух времени, но обратите внимание, что в это время некоторый такой мистицизм и в Европе появляется. И опять взгляд на мир в соответствии с духом времени, это и есть то, чего я пытался демонстрировать. Вот это относится к устной торе тоже. Вот я хочу обратить внимание, мне приходилось читать проповеди разных веков, благо Сифрейд Драшо такого-то, то есть проповеди такого-то, они выходили особенно там много, 18-го века, 19-го века, их иногда читать интересно, чаще очень скучно, потому что их вопросы не наши вопросы, их проблемы не наши проблемы. То, что это верно, да, верно, это неинтересно. Вот здесь это очень важно, это неинтересно. Почему? Не потому, что автор плох, а потому, что актуальность вопроса потеряна. Этот вопрос не актуален, а потому неинтересно. И как раз читать вот эти книги Устной Торы разных веков это очень полезная вещь, потому что те из них, которые много говорят про человека, они регулярно и сегодня интересны. Вот смотрите, я много раз упоминал, что есть авторы, если не говорить про Раши, остальные авторы, они как бы интерес к ним идут волнами. Вот Ибн-Эзра сегодня в нормальном тексте про Тору мнение Ибн-Эзра регулярно приводится. Еще недавно Ибн-Эзру практически никто никогда не цитировал. Его публиковали, его иногда читали, но его практически никто не читал, его мало изучали. Вдруг он опять становится актуально. И так регулярно раз в каждом веке вдруг он опять выскакивает наверх. И скажем, вот один из моих учителей говорил, что когда ты видишь, что кто-то цитирует Ибн-Эзру, то всегда учитывай, либо он полный невежда, либо наоборот очень грамотный человек. Промежуточные люди не цитируют Ибн-Эзра. Полный невежда цитируют, просто не понимая, что делать с этим Ибн-Эзра, но ему нравится. потому что как бы его мысли Ибн-Эзра очень смело мыслят, ему вот эти смелые мысли очень нравятся. А грамотный человек его цитирует, потому что там действительно есть чего находить, но очень аккуратно. То же самое касается всех. И есть вот почему мы некоторых книг помним всегда. Вот Мурэна Вухием, который 1173-75 год будем считать, ну считайте сколько ей веков уже 800, ну да, раба Мур 1205-го. Ей уже больше почти 805-100 лет. Ее продолжают читать. Причем ее чтение регулярно не одобрялось. Иногда рекомендовалось, а иногда не одобрялось. И все равно ее всегда держат на полке, потому что все знают, что есть люди, которым их книгу читать обязательно. Желательно. Вот есть такие люди. Вот эти книги, вот на самом деле, то, что мы говорим, книги устной Тора вот этого плана, это книги авторов, которые пронзают времена. И темы, которые они обсуждают и нам рассказывают, эти темы либо сохраняются на века, либо возвращаются раз за разом по кругам. Поэтому мы их продолжим читать. Некоторые, я могу указать книги, которые в наше время, например, не читаются. Это не значит, что, ну вот, скажем, в 90-х годах прошлого века, когда мистика вдруг была очень сильной, читали точек книг, связанных Орга Хайм, например, был очень популярен. В наше время более приняты методы холодного анализа, поэтому, например, Мальбин возвращается. А вот Мальбин, кстати, в 90-х, 80-х годах прошлого века он почти забыл, хотя его продолжали печатать. Но он возвращается. И, кстати, Мальбин, его всегда будут кто-то читать. Как раз за кого не надо беспокоиться, так это за Мальбина. Хотя вроде бы он недавний автор в 19-е. Тем не менее, человек сумел найти способ рассказать, как увидеть в теории то, что ты бы сам не увидел. Сумел тебе показать взгляды. Он сумел тебе показать инструменты и научить, как думать. И такие авторы есть. Вот эти авторы, они сохраняются. Их немного. Вот теперь я хочу заметить. Их не так много, как хотелось бы. тем не 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 вот есть некоторый список классиков, которых некоторых нормальные люди не знают, но ты читаешь и вдруг в очередной раз встречаешь ссылки на рабе испано. Есть такой автор, но я думал, что они уже забыли ответ. Нет, я раз за разом нахожу на него ссылки. То есть оказывается все еще есть люди, которые его читают. Скажем, первого Израиля еврейского историка нового времени рабе Азари Минга Адумием рабе Азари Адель Росси его все может быть и забыли, но его обложил многоэтажным матом пражский рабе рабе Лина Лев из Праги многоэтажно обложил матом, причем пару раз еще потому уже. Вот, за это его все знают, и поэтому его перечитают. Все-таки за что же его так? Это первый еврейский историк нового времени в смысле стиля. Вот, историк не как хроник, не как хранист, а именно попытка анализировать источники. Это первый еврейский историк. Опять, не то, что его он будет на века, но его помнят. По этому поводу, когда я говорю устную тору, я же на самом деле хотел привести список людей, которые сохранились, которые сохранили актуальность. да, я знаю намного больше этих людей, но тем не менее есть некоторый список, который не проходит. При этом у этих людей есть книги, которые, скажем, есть вещи, которые еще индивидуальны. Тут надо учитывать, что надо подбирать под себя список. Вот с Пинхасом Полонским у нас, значит, мы с ним как-то выясняя какую-то тему, я сослался уверенно на Саадио Гаон, он сказал, что он его не любит, потому что я его люблю, но он любит Рамбук, кстати, вот, которого я хорошо отношусь, да, но Саадио Гаон куча народу не нравится, но все равно есть куча народу дровочитых. Почему? Потому что им он к душе, он почему-то ложится к душе. Поэтому попробовать здесь и там знать, кто есть и в каком стиле, и вдруг обнаружить, что человек, который кто-то умудрился к тебе обратиться за пять веков до тебя и сумел рассказать то, чего ты не представлял даже. Это всегда приятно. К тому же там есть некоторые взгляды, которые долго рассказывают. Поэтому я-то считаю, что всех вот эти вещи, вот это понимание, кто у нас есть в устной торе, кто у нас есть в устной традиции, кто из нас, кто в ней остался на века, это очень полезные правила. При этом надо учитывать, что иногда случается, что люди, о которых забыли, вдруг выскакивают, забыли, есть некоторые люди, которые знают, считанные единицы, по каким-то своим причинам, вдруг становятся суперавторами. И, скажем, в наше время человека, который не считается с книгами Нейри, Нейри, комментарий к Талмуда Бейдхабахира, практически не осталось. С ним считаются его мнения, когда регулярно приводятся, когда это его оригинальное мнение, отличающееся от других. И нет грамотного человека, который не смотрит на Мейри. Но я хочу сказать, что, например, еще в первой половине XX века, весь XIX век, весь XVIII, весь XVII в мире практически никто не знал. И вдруг он выскочил, и поколение сказало, ах, как мы проходили мимо, почему мы не знали. Вот есть такая вещь, вещи подводные люди, которые вдруг неожиданно выскакивают, и они оказываются нужны. Это есть то, что называется глубокие воды. Не буду рассказывать. Есть такие глубокие воды. Значит, вот это и есть устная тора. Я, в общем, сторонник того, что надо иметь представление, кто, что попробовать здесь и там. Не обязательно каждый автор может нравиться. Он может просто вымыслить и по-другому. Он не отвечает. у вас другие интеллектуальные запросы, по-другому у вас другие духовные запросы по сравнению с этим автором. Его проблемы вам не интересны. Найдутся, которые интересны. И уж поверьте, читать надо, ну, хотя бы для того, чтобы прежде, чем строить что-то свое, неплохо бы узнать, что по этому поводу думали умные люди все-таки. Вдруг начинать с нуля каждый раз и говорить, что я умнее всех, это не очень правильно, потому что прежде, чем думать дальше, неплохо бы узнать, что умные люди по этому поводу уже говорили и что они здесь увидели. Регулярно находится то, что вам даже в голову не приходило здесь. А вам умный человек говорит, что это огромное место, ему это очевидно, а я это вообще не замечаю. вот так. Скажем, я не упомянул в нашем веке Рава Десслера, а зря, в нашем 20-м семья Рава Десслера, у которого, например, вот текущий недельный раздел про змей, который был на шесте, для того, что каждый, кто смотрел на него, у него есть несколько раз возвращается к теме о влиянии художественной детали на душу. художественной, влиянии именно художественной, в смысле, рисунка, детали рисункови, рассказы на душу. Рава Десслера это один из столпов 20-го века, я хочу заметить, вот, и пятитомник, его пятитомник, там лежит в куче домов, и он действительно хороший. Но вот, например, вот такие вещи. Кому-то вдруг, художнику, наверное, интересно прочесть, как, что умный человек, очень умный человек, очень склонный к компромиссам, очень умеющий примерять, казалось бы, несовместимое мнение, что тоже одно удовольствие, человек пытается умудряется продемонстрировать, продемонстрировать, что то, что тебе казалось несовместимое с спором, оказывается, примеряется хорошо. Вот имена, которые, может быть, люди не знают, но которых неплохо бы слышать. Ну вот, где-то это то, что я хотел сказать. Сегодня, в заключении темы, мы попробуем в письменном виде изложить, что-то получится, что-то нет, все-таки некоторые вещи в устном виде выглядят намного лучше, чем в письменном. и как сказал кто-то, я слышал 20 ссылок, кто это сказал от разных людей, но сказано хорошо по поводу того, что не все, что думаешь, надо говорить, не все, что говоришь, надо записывать, не все, что записываешь, надо публиковать, и не все публикованное надо читать. Это говорится от имени очень большого количества народу, хасидов, не хасидов, Миснагедов, от имени кого только это не говорится, но это мысль правильная. Поэтому мы посмотрим, что можно записать и что стоит размещать ну хотя бы в интернете не имею в виду книжку, а что не стоит. Мы попробуем подвести итог и в письменном виде как-то подвести итоги потому что уроков, которые здесь были, да, проходили. Окей. Да, на этом я вот хочу свои речи закончить. Большое спасибо, мэр. Задать вопрос? Да. У меня несколько такой может быть странный вопрос, но тем не менее я хочу его задать. Может быть вы то, что сказали, что есть люди, которые думали о многих вещах, о которых мы даже не догадываемся. Может быть о том, о чем я думал, вы тоже можете подсказать что-то где-то, может быть и в Кабале или где-то. Значит, вся как бы тара, чая устную, устремлена для того, к тому, чтобы мир наполнен сознанием Всевышнего. И то есть это как бы связано с идеей спасения. Вот. И к тому, как к этому ведет Тора. И у меня вот такой вот вопрос, чисто логически, если рассуждать про философию, про науку, что если мир наполнен сознанием Всевышнего действительно вот так вот в полной мере, то получается, что как бы это растворение, то есть не выделяется уже теперь. После этого можно ожидать того, что не будет выделяться отдельно как бы и Всевышний, отдельно человек. То есть происходит какое-то слияние, тем более, что предполагается, что Абхаг, где мы, как сказать, уже тоже выходим из этих наших значит, способностей познавать мир через пространство и время и так далее. Вот. И вот у меня такой вот вопрос, значит, кто-то как-то об этом думал, то есть идеи спасения и, в общем-то, то есть я понимаю, что все эти этапы, они какие-то промежуточные, то есть как выполнять заповеди, все, то есть они предназначены для того, чтобы человек, в конце концов, стал достаточно нравственным и мне кажется, что это как бы то, что вы говорили про науку, то это должно включить как бы... Я вам Резенцвайга рассказывал идеи Резенцвайга, я Кухаха Гаула рассказывал. Идеи Резенцвайга? Да. Я рассказывал «Звезда спасения». Я не помню, не знаю. Не припоминаю. Я рассказывал. Резенцвайг – это 20-й уже век. Да. Резенцвайг. Но вообще странно, потому что я обычно очень люблю его рассказывать. Его главную мысль… У него в книге много, книг довольно толстая. Он… А еще раз. Франц Резенцвайг – это друг Бубера. Бубера все слышали, наверное, он 20-й век. Это Мартина Бубера. Только у него потрясающая книга, которую он писал, когда уже не мог говорить. Он уже… Ему показывали буквы, он только мигательный. У него паралич постепенный охватывал. И к концу жизни он уже не мог говорить, а только глазами двигал. И его жена, она же секретарь, просто ему показал буквы, он вот так вот диктовал конец книги. И это книга «Звезда спасения» Кухабзе Гаула или «Избавление, спасение, как хотите». И там есть много. Дело в том, что, Эмили, проблема вот какая. Каждый раз, когда… Обратите внимание, я каждый раз, когда вы говорите про спасение, несколько смущаюсь и несколько запинаться начинаю. Проблема вот какая. Есть две темы, которые надо понимать. Есть личное спасение Гаула, и есть спасение мира. Это две разные темы, немножко. Они понятно, что связанные. Но их неплохо, хорошо разделять. Когда вы говорите, что про спасение наполнится вся земля знанием Всевышнего, вы говорите про спасение мира. Вы говорите «Геулат-улам». Дело в том, что спасение, например, я каждый раз запинаюсь, потому что я пытаюсь понять, вы имеете в виду, пользуетесь христианской терминологией или нет. Потому что, когда христиане говорят о спасении, они в основном говорят о личном спасении. Я каждый раз запинаюсь, пытаюсь понять, в какой терминологии вы находитесь. И когда вы говорите «Наполнится вся земля знанием Всевышнего», это же цитата в день, когда явится конец книги Малахи. Вот это «Геулат-улам» и наполнится вся земля знанием Всевышнего, как Кэмайя Миям Махасинь, как вода покрывает море. Совершенно потрясающий образ. Но опять, я не говорю, что для вас вот это та самая устная Тора. Я люблю зрительные образы. Ну да. Я хочу сказать, что… Вопрос стиля мышления. Это не обязательно должно всем нравиться. У людей разный стиль мышления и разные представления. Но когда вы говорите, что цель, чтобы земля наполнилась знанием Всевышнего, у Рамбама, например, цель – покрыть душу знанием Всевышнего, душу данного человека. И он, замечу, когда говорит о «Геулату-лам», говорит скорее о политической стороне вопроса. причем политической стороне вопроса. Тут вот я как-то скандалил и пытался объяснить, что Рамбам, когда говорит, нету разницы между этим миром и миром грядущим, то всегда надо понимать одну вещь. Не нашим временем, а этим миром. И он имеет в виду идеальный мир, такой, как он был во времена первого храма. Идеальный мир – это мир первого храма по Рамбаму. Это надо понимать хорошо. Когда есть пророчества, когда есть чудеса в храме, это правильный мир. Это вот разница между тем миром и миром грядущим – нет. Вот что говорит Рамбам. Надо понимать такие вещи. Но у Рамбама очень важный момент есть. Этот вот мир идеальный нужен для джемного совершенствования Гаулат Адам каждого отдельного человека. Он говорит про человека. Важность Гаулат Олам как общественного спасения. Да? Гаулат Олам. Об этом, например, чаще всего говорит Хаббат в наше время. Вот эту сторону вопроса. То есть я хочу обратить внимание, что тут надо очень аккуратно различать терминологию, о чем мы говорим. и заниматься, чтобы наполнилась вся земля знанием Всевышнего. Вопрос, что вам ближе? Напомнить свою душу знанием Всевышнего. Ну, насколько вы можете со своего места, насколько дано каждому человеку, со всеми оговорками, какие необходимы, по крескосу, связанные с рождением, воспитанием, генетикой, со всеми оговорками, какие необходимости есть, со своего места. Или мы говорим о том, что весь мир должен быть таким. Тогда это чуть-чуть по-другому. Тогда это ведь сватанки, тогда это собрание, ну и так далее, и так далее. И те, и другие работают на головах. Вопрос, о чем мы говорим? Ну, я вот попробую. Я почему, в общем-то, столкнулся вновь с этим вопросом, потому что я, Ариш, тут вот слушал философа одного, там очень не важно. Мне было интересно, как христианство подходит к этому вопросу, и почему они считают, что этот грех, который называют первородный грех, он искупается, может искупиться только Всевышним, а, собственно, в иудаизме это совершенно по-другому. В иудаизме это сам человек совершенствуется и совершенствует мир. Вот. Я решил просто это сравнить и сопоставить, собственно говоря, то есть, как это сочетается, да, то есть, Тара ведет, собственно говоря, к спасению не только еврейского народа, то есть, еврейский народ это как бы некое такое вот как бы, ну, начало или пример или условия, то есть, спасение мира заключается в том, что каждый признает как бы своего Бога, как написано, а вот мы пойдем за своим, да, то есть, они через себя, через все, но они не понимают, как мне кажется, что вот это, вот это, они слишком это историографически понимают вообще в тонах и не учитывают, что это определенная парадигма, которая именно, то есть, все это то, что как бы сказано, это направлено на то, что человек... Это очень сложно, вот смотрите, вот это фундаментальное понятие всех христианских течений, по-моему, всех, я небольшой специалист, если вы учите, может быть, я кто там, кто-то мимо меня прошел, или я, извините, я мимо меня прошел, вот, но фундаментальное понятие первородного греха в иудаизме очень слабое, очень слабо проработанное, оно, оно как бы неинтересное, потому что, ну, очередное падение человека, вот, то, что я приводил, вот, за что я там так люблю и время от времени читаю там, открыв первым попавшемся месте, ради Симхабунима из Пшиска, Адам, после того, как был согрешен и выгнан из сада, остался тем же Адамом, куда вы собираетесь ставить первородный грех? Есть изменения условий, в которых он живет? Это да, он живет в других условиях, он проклят из земля, бабуха, земля, он более погружен в материальный мир, но, вот это, но, с другой стороны, опять, я могу привести мудраше про Зухмат Нахаш, про скверну, занесенную змея, тоже есть такой подход, но, я хочу заметить, это не догматическая сторона вопроса, вот, человек, который позволит в христианской церкви сказать, что он отказывается от существования первородного греха, а гребет по самой понебалу, потому что, ну, долго объяснять, но это не парадогматическая вещь христианства, еврей, который скажет, не хочу знать Зухмат Нахаш, идите все вон, какой первородный грех, он, ну, скажет, ну, есть такое, вот, вот, чем мы хороши, ну, так тоже можно, если ты последовательно сможешь как-то изложить то, что ты хочешь сказать, у них очень, довольно-таки, как бы, толково все это объясняется, я могу в двух словах сказать, что они считают, короче говоря, кое-что знаю про это. Короче говоря, они считают, что вот это при сближении, при грехе, это злое перешло в человека, и оно теперь не может никак быть из него изъято, поскольку он уже, так сказать, с эти, то есть, познание имеется в виду, как вот совокупление, да, то есть, познание, это то, что что-то перешло в человека, какая-то, значит, порча. выкупление грехом, вы только забыли мелкую деталь. Да, в том-то и дело, что у них, как бы, это все очень легко решается, что вот есть тот, кто будет их искупать, а потом вы только сам Всевышний можете их искупить окончательно, то есть, иначе у них никак это не продвигается, понимаете, то есть, они не берут, при всем при том, что они делают большой акцент на свободе воли и на личности, и все, и все это пропадает, когда дело касается вот этих, вот этой концепции. У них очень много, очень много, особенно у этих самых, у реформаторов очень много, у реформаторов, я имею в виду протестантские церкви, там очень много всего разного есть на эту тему, они по-разному. Да, да. Я не хочу просто погружаться в эту тему. Хорошо, но я понял, я понял, что, в общем-то, есть где-то в литературе это можно найти. Ну, смотрите, можно у хасидов довольно много найти по поводу того, что без Божьей помощи человек не может служить Всевышнему, что помощь всегда нужна, но фокус в том, что как бы, смотрите, но я не знаю, я просто не знаю, что сказать, это слишком такая запутанная тема, и я не хочу входить в христианские подходы к этому, и старательно делаю вид, что я их не знаю, да, потому что зачем? А зачем нам зарываться в это и с кем-то спорить? Я не собираюсь спорить с христианами, и совершенно не желаю заниматься дальше. Это для того, чтобы самих себя, может быть, лучше понять, мне кажется, может быть, какой-то... Каждому свой путь, кто-то может пройти через этот. Я не люблю изучать кого-то, кто мне, чушь. Ну, понятно. В общем, я понял. Для того, чтобы узнать, кто я, мне не обязательно знать, кто не я. Тут такой вот вопрос. Это сложный вопрос, да. Это сложный вопрос, это опять индивидуальный подход, я настаиваю. Знаете, Хиздайк Рескос, среди всего прочего, четыре атрибутных, четыре субъектных атрибута, не забываем философию, логику. Раф Хиздайк Рескос вводит понятие субъектный атрибут, и один из них любому объекту мы автоматически приписываем уникальность по определению. Любой объект по определению уникальный. Это вот его очень важное такое правило существования, мы приписываем ему существование и уникальность и всего прочего. Ну, хорошо. Тут очень много нюансов разных есть, и в смысле я, не я, потому что одно определяется через другое. Можно, да, да. И противоречия их подходов. Вы любите вот этот экзистенциальный подход с я-не-я, насколько вам по душе экзистенциальный подход, я разве против, я? Ну, это не выгод. Есть Левинас, Бубер, Нейр, которые вполне хорошо себя чувствуют в экзистенциальном подходе, извините, Соловейчик, классический одинокий верующий человек, классическая экзистенциальная книга, совершенно блестящая, на мой взгляд. У нас благо хватает экзистенциалистов, мы хорошо вполне чувствуем себя там. Ну, да. Ну, реформатор, вы правильно сказали, что другие подходы, например, эти евангелисты, которые призывают к тому, чтобы и помогают, чтобы евреи собрались в Израиле, то есть у них другой как бы подход, то есть не такой, как у ортодоксального там, допустим, католичества и православия даже, да, то есть они ближе к еврейскому, на самом деле, в каком-то смысле, то есть они считают, что именно евреи это те, кто должны... Если учесть, что я ничего про евангелистов не знаю, то все просто прекрасно. Ну, я тоже про них не знаю, я знаю только, что они... Тогда зачем мне обсуждать то, что они вкладывают, например, у нас построили парк в нашем месте. Спасибо. Да, я знаю... Нет, а их связи с Израилем я знаю, я знаю о политической стороне их деятельности, но их идеологию я знаком очень плохо. Понятно. Ну, хорошо, я просто хотел этот вот немножко... Ну, ладно, я как-нибудь в следующий раз расскажу про Розенцвейг, книгу Розенцвейга, потому что там есть несколько пунктов, которые не только самые знаменитые звезда освобождения, а есть еще пара совершенно замечательных мест в этой книге, довольно толстые, и... Ну, как-нибудь расскажи, ладно. Розенцвейг, он имеет в виду спасение как бы чисто еврейское, или... он еврейский философ, поэтому он говорит про... про человеческие вещи, но он говорит языком философии, у него философское образование, и он говорит именно как философ, вполне европейский, кстати, философ начала 20 века, он говорит вот в этой терминологии, но при этом он еврейский совершенно человек, кстати, христианство он знает, потому что известно его письмо, где решил креститься, зашел в синагогу, чтобы попрощаться с иудаизмом, и решил, что креститься не буду и стану иудеем. Да. Это вот письмо сохранившееся, публикуемое, но вот такое вот... Розенцвейг знает, что говорит. Да, я... Эту тему тоже знаком, хорошо. Ну, хорошо, будем ждать следующих наших. Ага, ладно. Тогда всем всего доброго. Всего доброго. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. До свидания.